Геннадий Киселев с первого класса занимается лыжным спортом. Молодой человек все свободное время посвящает тренировкам. В этом году его выбрали для участия в зимнем фестивале ГТО, где он защищает честь родной 20-й школы. Ну, это честь спать за школу, а также позволяет получить дополнительные балты, преимущества в связи с дачей ГТО и знаков отличия. Геннадий первым на своей дистанции пришел к финишу с большим отрывом, опередив соперников. Секрет успеха прост. Много лет он занимается в спортивной школе «Атом», имеет первый взрослый разряд. Геннадий отмечает, что в нашем городе растет популярность лыжного спорта среди молодежи. Проект был городской улучшение лыжной базы, тоже больше 10 тянулось. Также на выходных часто южу много людей молодых катается, так что, думаю, у нас все хорошо. Лыжные гонки – это лишь первый этап зимнего фестиваля ГТО среди школьников. Второй пройдет в выходные в спорткомплексе «Юниор». По виду испытаний будут прыжок с места в длину с толчком двумя ногами, пресс количество раз за одну минуту, отжимания для девочек, подтягивания для мальчиков. После завершения второго этапа подведут итоги. Победители получат кубки и дипломы. Из детей, показавших лучшие результаты, сформируют команду для участия в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО в Лукоянове. Взрослые соровчане этой зимой также смогут попробовать свои силы в сдаче норм комплекса. Также у нас предполагается в феврале сдача ГТО. Это лыжи, плавание, стрельба. Всех желающим приглашаем, пожалуйста. Регистрируйтесь, приходите. Мы всегда готовы принять. Центр тестирования ГТО в Сарове находится в здании бассейна «Дельфин». Телефон для справок 9-93-94. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.